Северная Корея За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 18 раз нарушили пасхальное перемирие. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным ведомства, киевские боевики вели обстрелы по северной окраине Донецка, на Горловском направлении, а также по Ясиноватой и Докучаевску. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МВД организовали для террористских школьников и воспитанников Донецкого училища торговли и ресторанного сервиса экскурсии в музей МВД. Директор музея Наталья Вострубкина рассказала подросткам историю создания и развития правоохранительной системы на Донбассе. Показала уникальные ранее нигде не опубликованные фотографии, благодаря которым удалось установить точные факты деятельности сотрудников милиции в партизанских отрядах и подпольных группах в период фашистской оккупации Донбасса. С большим интересом ребята рассматривали фотоматериалы и газетные вырезки, описывающие украинский коллаборационизм в 1941-1945 годах. В экспозиции находятся оружие, форма правоохранителей разных лет, ордена, медали, а также личные вещи сотрудников органов внутренних дел, которые на полях сражений защищали жизнь граждан Донецкой Народной Республики. Особое внимание детей привлекла инсталляция, посвященная первой бомбардировке шахтерской столицы. Мне очень понравилось, ведь это наша история, было все очень интересно, познавательно. Очень много всего узнала про свою родину, про своих военных, которые защищали, помогали, поддерживали нашу страну и благодарю их за все. Большое спасибо от всего нашего класса. Педагоги также благодарны сотрудникам полиции за увлекательную и познавательную экскурсию для подопечных. Очень полезно, очень интересно. Дети должны знать историю своей страны. Для того, чтобы построить хорошее будущее, нужно знать свое настоящее и тем более прошлое. Если есть патриотизм и знает свою историю ученик, человек, народ знает свою историю, то этот народ всегда может побеждать. Он не обречен на погибель. Правоохранители регулярно проводят для детей подобного рода мероприятия. Одна из главных целей «Стражи и порядка» – привить юным жителям республики историко-культурные ценности, основы правосознания и любовь к родине. В понедельник в секторе Газа активизировались столкновения на волне возмущения переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участникам протестов. Премьер страны Беньямин Нетаньяху назвал эти действия самозащитой. По последним данным, при столкновении демонстрантов с израильскими военными погибли 59 палестинцев, еще более 2000 человек ранены. Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью. Жигляшины пытались сломать пограничные заграждения. Тем временем ряд политиков выразили обеспокоенность всплеском насилия в Газе. Палестинский лидер Махмуд Аббаса объявил трехдневный траур в связи с гибелью соотечественников. Кроме того, во вторник состоится экстренное заседание ООН, посвященное столкновениям. Напомним, что протесты в секторе Газа продолжаются уже полтора месяца. Они проходят в рамках Великого марша возвращения. Консул Украины в Гамбурге отстранен от работы за антисемитские высказывания в сети Facebook. Об этом рассказала спикер Министерства иностранных дел Незалежной Марьяна Беца. На этот момент консул отстранен от выполнения своих служебных обязанностей. Мы не исключаем его отзывы в Украину из Гамбурга. Вместе с тем еще продолжается тщательная проверка всех деталей, по итогам которых мы проинформируем общественность дополнительно. Отметим, что ранее в социальных сетях разошлась информация о том, что консул Украины в немецком Гамбурге Василий Марущинец опубликовал ряд антисемитских постов на своей странице в Facebook, в которой он обвинил евреев в развязывании Второй мировой войны и других политических кризисах, оправдывал Холокост и массовое уничтожение еврейского населения в Бабьем Яру. Как отмечали блогеры, в публикациях на украинском и немецком языках содержалась бранная и уничижительная лексика. На данный момент эти посты на странице Марущинца отсутствуют. В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис издания РИА Новости Украина. По данным очевидцев, во вторник утром люди в форме СБУ с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Ранее также стало известно, что утром в Киеве задержали одного из сотрудников РИА Новости Украина. Стоит отметить, что счет случаям притеснения журналистов в Украине идет на десятки. Министерство национальных дел России неоднократно призывало страны ОБСЕ и Советы Европы, а также международные организации судить политику Киева. Южная Корея приняла предложение КНДР о проведении очередной встречи на высоком уровне, намеченной на 16 мая. Об этом сообщило Южнокорейское министерство по делам национального объединения. Предполагается, что во время встречи стороны обсудят договоренности, достигнутые в ходе межкорейского саммита в апреле. Тем временем Пхеньян уже приступил к исполнению обещаний, которые дал в рамках программы ядерного разоружения. Американские специалисты отмечают, что Северная Корея начала снос сооружений на территории ядерного полигона Пхунгири, расположенного на северо-востоке страны. Кроме того, стало известно, что Китай готов оказать КНДР финансовую поддержку на пути денуклеаризации.